красивая украинская природа бездорожье поля луга на чем здесь можно ездить с комфортом только на электромобиле niva ваз 21021 сделанном городе харькове Юрием Логвиным и Олегом Рафом машина сделана из обычной niva 2002 года батареи от nissan aliv полный комплект асинхронный электродвигатель 132 габарита перемотанный по схеме славянка теоретически отдает до 100 кВт мощности при соответствующем контроллере контроллер Куртис здесь мы видим панель приборов немножко видоизмененная датчик тока посредине светятся цифры температуры двигателя справа напряжение батареи дальше мы видим установленный планшет с power watcher который как альтернативная панель приборов показывает заряд, разряд, скорость, потребление мощности все остальное практически как у обычной niva за исключением отсутствия ручки коробки передач коробку передач за ненадобностью удалили с этого автомобиля ему прекрасно стало и без нее заглянем под капот ну и параллельно конечно были установлены электростеклоподъемники перед капотом печечка автономка и бэршпэхер с пультом управления вот у нас моторный отсек все закрыто щитками для того чтобы не попадала влага туда куда не надо посредине видим большой аккумуляторный ящик за ним точнее вот перед ним это тут спрятаны зарядное устройство и контактор под этой крышкой DC-DC преобразователь и предохранители там мы видим с зеленой рамкой куртис контроллер и дальше кожух электродвигателя автономная печка автономная печка бэршпэхер дальше вот мы видим бачок автономной печки зеленого цвета расширительный бачок системы отопления аккумулятор штатный бортовой системы электромобиля блок реле подогрева аккумуляторов ну и штатные системы машины-коворники которые тут и были собственно как я говорил уже с машины удалена коробка передач оставлена только раздаточная коробка снизу она похожа на обычную ниву ничего в ней такого сверхъестественного нет вот карданный вал от двигателя приходит прямо на раздаточную коробку сейчас наверное не будет видно надо было бы на подъемнике снимать поэтому так в общем обычная нива но экологически чистая безвредная доставляющая вот может быть видно не видно радость своим существованием такие дела да ладно уже вот багажник немножко еще не убраны автоматы включения отключения зарядки по 220 220 вольтовые автоматы аварийные если вдруг где-то что-то закоротит в цепи 220 сюда перенесен бачок омывателя который от фольксвагена с одним мотором вперед и назад зарядный штур здесь все более-менее цивилизованно видны крышки еще коврик надо накрывать под багажником находится самый большой батарейный отсек который вмещает 20 консерв от Ниссана вот и еще один батарейный отсек небольшой расположен под задним сиденьем на месте бензобака собственно ну и самое интересное куда же здесь утекают деньги утекают они вот сюда но слава богу по сравнению со стандартной машиной в гораздо меньшем количестве вот такая зарядная вилка и как уже было видно вот такой зарядный шнур 220 вольт зарядка примерно 5 часов полная всем спасибо за внимание заработало коротенькое видео Нива наша готова так эксплуатации в основном на все 99% я надеюсь заменены многие вещи раздаточная коробка в том числе подключена двухступенчатая рекуперация надеюсь сегодня мы ее отрегулируем и сейчас едем к нашему другу Юре в малую Даниловку по дороге заехали на кроссовую трассу черкасская лозовая немножко прокатиться не в экстремальном режиме машина все таки не спортивная просто по такой симпатичной кроссовой трассе с подъемами спусками вот заодно Нива может быть почувствует себя в своей стихии трасса правда размытая сильно сейчас не разгонимся за дождей ее серьезно подмыло вот такие американские горки проходит обычно первый этап чемпионата Украины по автокрусу кросс на электромобилях мы еще не проходили в этом мы едем еще не на полную катушку честно говоря трассе надо пристреливаться к ее особенностям к ее особенностям проезжаем на трассу проедемся немножко по окружной дороге на трассе на трассе на трассе пристреливаться м на трассе Продолжение следует... Продолжение следует... На пониженной передаче сейчас едем вот 80 с небольшим километров в час. В принципе, до 90 разгоняется на пониженной. Продолжение следует... 80-90. Даже чуть больше того, что рассчитывали. Расчетная скорость была 80 на пониженной, но за счет, видимо, чуть больших оборотов двигателей получается больше. А если на повышенную перейти и так же рассматриваемся? На повышенную мы разгонялись до 104 подшипелеца. Ну, грубо говоря, 100. Дальше, видимо, не хватает именно мощности контроллера. Есть его параметры по мышцам. Сейчас вот у нас скорость 90, тут где-то 300 ампет. Больше не берет. Батарея подсажена. Я сильно ее не мучаю, но педаль газа практически... Огружная дорога. На подъем. Сственно. Не доходи. Удивая side. Удивая рядом с дорогой. Удивая цель. Удивая цель. Удивая цель. Удивая цель. Продолжение следует...